Землеупродковальная служба Гомельской области пропонует сделать процесс наведения парадки на землю больше прозристым. Такая информация была огучена подчас сегодняшней видосе электронной нарады по вопросам реализации природоохранительного законодательства. Обзробленным и запланованным материал наших корреспондентов. Представники землеупродковальной службы, прокуратуры, комитета державного контроля, экологии, фонду Гомель оболмаемость. Пытаниями наведения парадки на землю сегодня займаются усе. Об масштабах сробленного можно мерковать по такой лишьбе. За минулый год отповедные работы проведены больше, как на 10 тысячах гектаров. По оборот, пошли утягиваться земли, на які по разных причинах некий час просто не звертали увагу. Это как сами в сельскохозяйственных организациях хранение используемые, прилегающие к сельскохозяйственным землям. А также после сноса жилых домов, отказ земельных участков, отведение личного подсобного хозяйства, огородничества и другие. Сирот эффективных способов утягнения земельных участков у оборот – их продаж, праз, аукционы – у тымлику для организации новых вытворчастей. У минулого года новых уладальников отримали больше, как 200 участков, что дозволило пополнить областный бюджет больше, как на 3 миллионы рублей. При этом практически каждый третий из них реализованы в Гомеле. Что тычется этого года, то в землепродковальных службах склали спис свободных участков. Причем у вынику необходности он будет пополнен. На специализированном сайте Главного управления землеустройства Гомельского облсполкома в разделе «Подобрать земельный участок» любой гражданин, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель может найти подходящий для него свободный земельный участок. Еще одна не меньше важная задача – забеспечение земельными участками тех, кто мая потребу у поляпшения жилевых умов. Зараз в участке можно набыть омаль у 1300 населенных пунктов в области. Пропанова у двоя первая шая колькость, ожидающих под шасть будовництва. Бодай один истремливающий фактор – отсутность на многих участках инженерных коммуникаций. У нас есть территории, где отмечается повышенный спрос на земельные участки. Это Жлобин, Речица, города Мозырь, Калинковичи, Светлогорск. Но в городах подобраны массивы, где количество земельных участков позволит в дальнейшем обеспечить всех желающих. В настоящее время там ведется проектирование, а также строительство инженерно-транспортной инфраструктуры. Что тышится гэтага года, то неких значных корректив у деянной землепродковальной службы уносить не плануется. Выключение можно лечить, только новый парадок контролю за проводимой работой по наведению парадку на земли. В суезе с гэтым уводится новая форма справоздачности, якая дозволит реально оценить эффективность зробленного. Была предложена некая форма учета в виде таблицы, конкретно проделанной работы и текущей работы, которая ведется на территории каждого сельсовета или сельисполкома. Такая таблица на сегодняшний день внедряется. Пока ее внедрение идет не совсем хорошими темпами, есть замечания. Но мы надеемся, что эта таблица будет внедрена, люди к ней привыкнут. И постепенно мы сможем достаточно оперативно видеть, кто конкретно чем занимается. Олег Синтеров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания Гомель.